Привет дорогие друзья! Сегодня я буду готовить очень вкусный и очень ванильный шоколадный торт. Тортик этот называется Оро. Очень интересный и особенно если вы любители шоколадных тортиков, этот торт именно для вас. Он такой моно, он не имеет никаких кислых фруктов и тому подобное, но при этом очень вкусный. Для начала в кухонной машине я смешаю яйцо, сметану, размягченное масло и сахар. Можно также добавить немножечко ванильного сахара, но в принципе здесь роли не сыграет, потому что здесь насыщенный какао вкус. Добавлять я буду два разных вида какао. Один обычный, но очень хороший и один вот такой вот черный какао, но он не настолько насыщен вкусом, как по мне. Поэтому буду добавлять 50% того, 50% другого. И также вместе с какао я на низ всыпала где-то пол чайной ложечки без горки соды и пол чайной ложечки разрыхлителя. Все это перемешала и частями добавляю муку. Я где-то 3 четверти муки добавлю еще в машине, а остальную часть буду вмешивать уже руками. Так я смогу регулировать плотность теста, для того чтобы оно было не забитым. Оно должно получиться мягче, чем на прянике. Такое эластичное. Я вам покажу, какое оно должно получиться. Вы его вымешиваете, тесто блестит, очень красивое, черное, держит форму, но при этом такое мягкое-мягкое. Такое оно красивое, но очень приятно. Теперь тесто нужно разделить на 4-6 частей, в зависимости от того, какого размера будет у вас торт. Я буду делить на 4 части, но у меня тортик будет диаметром 26 см. И в таком виде отправляю в холодильник минимум на полчаса-час. Потом раскатываю эти коржи где-то толщиной 0,4-0,5 см. И выпекаю в духовке где-то 10-12 минут при температуре 180 градусов. Не до полного высыхания. Они должны оставаться еще мягкими. И также из остатков он напекла таких печенюшек. Правда их, наверное, нужно было чуть-чуть потоньше искатать. Также я буду делать сюда крем на манке. Я уже неоднократно показывала в тортиках, что я его использую. И у меня отдельно снятый видеорецепт по этому крему. Поэтому очень на этом останавливаться не буду. Кто не видел, посмотрите. Ссылочку я вам оставлю. Здесь вкратце скажу, что я сварила на 750 мл молока манки густой. И теперь взбиваю масло. И буду добавлять свою сладкую манку. Постепенно, для того, чтобы масло не расслаивалось. Масло у меня и манка одной температуры. Обязательно я масло достала с холодильника хотя бы за 1,5-2 часа. И точно так же остудила манку. И в комнатной температуре она у меня простояла какое-то время для того, чтобы они с маслом потом хорошо дружили. Получается очень-очень воздушный такой крем. Но он довольно плотный. И при этом хорошо держит форму. Взяла пару печенюшек и обрезки, которые я испекла после коржей. И немножечко их так перетираю в крошку. Можно перебить их в блендере. Возьму небольшое количество крема для украшения. Оставлю его белым. Можно этого абсолютно не делать. А в остальную часть буду добавлять крошку из печенья. Можно, в принципе, измельчить крошку настоящего печенья Орло. Но на самом деле здесь вкус практически такой же. Начинаем собирать наш тортик. Также я приготовила еще пропитку. Там у меня сладкая водичка и такой кофейный ликер. Нижний корж внизу я не пропитываю. А сверху немножечко пропитаю. Это нужно для того, чтобы он у нас потом не разваливался, когда мы тортик будем нарезать на кусочки. И удобно его было брать. Нижний корж никогда не должен быть прям таким раскисшим. Делим приблизительно свой крем. В зависимости от того, сколько вы его хотите использовать. Нужно ли вам украшать будет этим кремом сверху. В общем, смотрите сами. И накрываем вторым коржом. Только здесь я его пропитала с глянцевой стороны. И перевернула глянцевой стороной вниз. Так как верхняя сторона, точнее нижняя сторона, которая не глянцевая, она лучше впитывает пропитку. Поэтому мне так удобней. Потом я немножечко подровняю тортик. Но здесь я очень хорошо прижимаю нож. Я хочу, чтобы остались черненькие полосочки коржей видны. Мне кажется, эти полосочки будут очень интересны. Из остатков крема сделаю вот такие вот ракушечки. По краям тортика. Смотрю, крем у меня еще остается. Здесь как раз бы, наверное, хватило на 6 коржей точно. Поэтому решила поставить еще тут такие звездочки внизу. Это, в общем-то, абсолютно по желанию. Просто потому, что у меня остался крем. Вот таким вот ножиком, как пилой, только очень мелкой, взяла распилять обычные печеньки. Покупные, которые можно свои самодельные туда повтыкать. Но я решила вот такие вот взять разрезы, чтобы было очень аутентично. Сверху сделала такие небольшие подъемчики под эти печеньки. И повтыкала эти печеньки и присыпала немножечко крошкой печенья. Дала тортику пропитаться. Хотя бы, наверное, он у меня постоял часика 3. Но лучше поставьте на дольше. Он еще станет более нежный. Очень хорошо режется. Такой полосатый. И очень насыщенно пахнет шоколадом. Очень красивый такой полосатый. Мне кажется, было бы даже очень интересно, если бы, допустим, в два слоя положить крема побольше. А посерединке вот тут я бы положила его совсем чуточку. Чтобы казалось, что это как бы два сложенных печенья. Было бы тоже очень красиво. Я надеюсь, вы попробуете этот рецепт. Он очень интересный и вкусный. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.